Мы умирали от пневмонии в меблированных комнатах, где нас находили через три дня, потому что кто-то жаловался на запах. Мы умирали под мостами, и никто не знал, было ли это самоубийством. Мы и сами не знали этого, хотя если вдуматься, это всегда было самоубийством. Мы умирали в больницах с огромными вздутыми животами, и никто не мог ничего поделать. Мы умирали в камерах, так и не узнав, виноваты мы или нет. Мы ходили к священникам, они давали нам обещания, они говорили нам, чтобы мы молились, они говорили нам, иди, иди, и не греши, но иди, и мы шли, и мы умирали. Мы умирали от передозировки, мы умирали в кроватях, мы умирали в смирительных рубашках. При этом мы видели в белой горячке, бог, весь какие кошмарные, омерзительные и жуткие вещи. Но знаете, что было хуже всего? Хуже всего было, что никто понятия не имел, как мы стараемся. Мы ходили к врачам, а они, руководствуяем с принципом, это настолько безумно, что может подействовать, давали нам лекарства, от которых нас тошнило при употреблении алкоголя. Иногда они просто качали головами и посылали нас в госпиталя для умалишенных. И нас выпускали оттуда пристрастившихся к успокоительному и снотворному. Мы врали врачам, а они говорили нам, чтобы мы пили умереть, и мы пытались, и мы умирали. С закрепленными намертво проволокой и сломанными челюстями мы тонули, закрепнувшись собственной рвотой. Мы умирали, играя в русскую рулетку, и люди думали, что мы проиграли, но мы-то знали лучше. Мы умирали под копытами лошадей, под колесами машин, от ножей и под каблуками наших собратьев-алкоголиков. Мы умирали в стыде. А знаете, что самое ужасное? Самое ужасное то, что мы и сами не могли поверить, что действительно очень старались. Нам казалось, что мы только думали, что мы старались, и мы умирали, и мы умирали, веря в то, что мы не понимаем, как надо стараться, и что мы не старались. Когда доведенные до отчаяния, в надежде на чудо, мы начинали искать помощи, то, что к людям с буквами после фамилии, надеясь, что они не прочли, но что они не прочли те правильные книги, в которых были те правильные слова. И никто из нас не догадывался о пугающей правде, что те правильные слова, оказавшиеся такими простыми, тогда еще не были написаны. Мы умирали, падая с высотных домов, мы умирали со стволом ружья во рту, мы умирали в безлюдных местах, со связанными за спиной руками и булей в затылке, потому что на этот раз мы обманули не тех людей. Мы умирали в конкурсиях от ансунтов, мы умирали проклятыми, опозоренными и брошенными. Если мы были женщинами, то умирали униженными, потому что женщины гораздо более требовательны сами к себе. Мы старались, и мы умирали, и никто не оплакивал нас. А хуже всего было то, что на каждого умершего приходилось сто или даже тысячи тех из нас, кто хотел умереть, кто жаждал смерти, кто запомолялся о том, чтобы проснуться, чтобы не проснуться, потому что выносить эту боль было невозможно. И мы были уверены, что это никогда не изменится. Но однажды в Нью-Йоркском госпитале у одного из нас произошло то, что в книгах называют духовным пробуждением, и он сказал себе, я нашел ответ. Нет, у него была только часть ответа. Я должен делиться этим, решил он, и он старался как мог, но мы не слышали его. И мы умирали. Мы умирали от последней успокаивающей сигареты, закурив которую мы отключались, и наш матрас загорался. О нас говорили, что мы задохнулись еще до того, как наши тела обгорели, и что мы ничего не почувствовали. Но умереть таким образом для нас было лучшее, что могло произойти. Правда, иногда вместе с нами кипла наша семья. Еще один человек из Нью-Йорка был уверен, что знает ответ. Он пытался молитвой привести нас к трезвости, но и это не работало, потому что молитва приводит алкоголиков в замешательство. Он старался, а мы умирали. Один с другим мы обнадеживали его, а потом разбивали ему сердце, потому что мы всегда так делаем. Но самым худшим было то, что каждый раз, когда нам казалось, будто мы уже знаем все худшее, случалось что-то еще хуже. Это длилось до тех пор, пока не настал тот день в фойе отеля, находившегося ни в Риме, ни в Иерусалиме, ни в Мекке, ни в Дубле и даже не в Бостоне. Это произошло в Акроне, штат Огайо, из всех возможных мест. Настал день, когда алкоголик сказал, мне надо найти другого алкоголика, потому что он нужен мне не меньше, чем я ему. Теперь он нашел ответ. И вот после стольких лет канал передачи был открыт. Теперь мы не идем к священникам, мы не идем к врачам и к людям с буквами после фамилии. Мы идем к тем, кто был такой. Мы идем друг к другу, и мы стараемся. И мы можем больше не умирать. Спасибо вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!